Глава чешского правительства Петер Нечес уходит в отставку. Об этом премьер заявил на съезде гражданской демократической партии, лидером которой он и является. Покинуть свой пост Нечес был вынужден после громкого коррупционного скандала. Напомню, в четверг полиция задержала его помощницу, а также некоторых других высокопоставленных чиновников из правящей партии. Все подробности у Алексея Пономарева. Петер Нечес уходит вместе с ним и правительство. Об этом уже бывший премьер заявил поздно вечером в воскресенье. Я понимаю, что перепитки моей личной жизни ослаждают политическую жизнь целого государства. Я очень внимательно следил за развитием событий со среды и хочу подчеркнуть, что я осознаю свою политическую ответственность. И вот каким последствиям это привело, цитирует Нечес от чешской СМИ. Что будет новым премьером и решит парламент. Ради этого депутаты собрались сегодня ночью, чего никогда не было в новейшей истории Чешской Республики. Сам Петр Нечес заявил, что кандидатуру премьера надо обсудить с президентом Чехии Милошем Земаном. События прошедшей недели, которые чешские СМИ уже назвали мыльной оперой, стали стремительно развиваться в ночь на середину на четверг, когда было задержано восемь высокопоставленных чиновников, активистов гражданской демократической партии близких к Нечесу, в том числе глава его секретариата Яна Нагиева. Позднее семерых из них арестовали, предъявив им обвинения в коррупции и превышении своих полномочий. Нагиева негласно поручила главе чешской разведки следить за супругой премьерой Радкой. Нечес, поначалу утверждавший, что ничего не знал про слежку, признался в субботу, что все-таки видел материал слежки. 48-летний Нечес политики с 91-го года. С 92-го он становится депутатом парламента от гражданской демократической партии, которую возглавил в 2010 году. В том же году он становится премьер-министром Чешской Республики. Сейчас же, покидая пост премьер-министра, Нечес покидает и пост председателя гражданской демократической партии. Алексей Пономарев, Вести, Прага, Чехия.